7.56 на студийных, друзья, мы продолжаем программу «Твое утро» в рамках Первого городского. И в это прекрасное морозное зимнее утро 2019 года хотелось бы поговорить о друзьях наших меньших, о тем, кому холодно сейчас, кому голодно сейчас, кому живется максимально сложно. Ну, для этого мы пригласили в нашу студию Ирину Иванову. Это волонтер. Доброе утро, Ирина. Доброе утро. Ира, а вообще давно вы занимаетесь этим? Сколько у вас сейчас питомцев? Занимаемся мы уже третий год. На данный момент у нас в питомнике 12 взрослых с собакой, 3 щенка. Это 15. Этот питомник где расположен вообще? Или секрет? В основном мы адрес свой не афишируем в связи с тем, что начинают люди подкидывать живот. Был случай, когда нам подкинули 4 новорожденных щенков. К сожалению, у нас на территории инфекции, мы их не смогли выходить, они все погибли у нас на территории. То есть их выбросили, вовремя приехали, увидели под воротами, вот, выкармливали с бутылочек, выкармливали, как бы поставили вроде как на ноги, но инфекция не дала им жизнь. А вот как в ваш питомник попадают питомцы? Попадает ДТП. Сейчас сезон холодов, замерзает. В основном сейчас на улицах нашего города замерзают щенки. Вот, наверное, есть такие истории, которые покажутся бесчеловечными, да? У вас есть подобные? Есть, есть. Это в первую очередь, наверное, для нас на первом месте это стоят собаки после ДТП. На данный момент у нас сейчас лежит пес, он лежачий, ему ставят повреждение позвоночника, то есть сбило машину и бросило. То есть он 2 дня лежал на улице, уже начались морозы, 2 дня он лежал, мы его забрали, сейчас пытаемся поставить его на ноги. Это самый тяжелый случай. А за счет каких средств вы это все делаете? За счет собственных, также за счет сборов проводящихся на социальных действиях. Люди помогают? Помогают, помогают, финансово помогают, да. А как вы призываете вот о помощи? Мы размещаем, да, мы размещаем пост, просим, вот, люди отзываются, помогают. Финансово люди нас поддерживают. А вот те магазины, которые продают медикаменты, да, для животных, они идут вам навстречу? Операции ведь тоже проводят? Операции нам делают скидки, вот, врачи. И, допустим, в магазине у нас, где находится зоолавка, зоомир, там стоит наш ящик для сбора денег. То есть мы ежемесячно ездим, согласно акту, изымаем их. Все, то есть какие-то есть уступки, помогают. То есть люди идут нас в печь? Идут. Ирина, насколько известно, так же вы топите печь, да, в доме? Да, сейчас в зимний. Чтобы больные животные находились в тепле, да? В зимний период мы топим печь. А кто вам привозит дрова и уголь? Дрова на ходе по объявлению, кто отдает даром, нанимаем газель, привозим. Вот, в этом году нам девушка одна, большое ей спасибо, подарила нам 2 тонны угля на зиму. То есть это бесплатно, безвозмездно. Мы только заплатили за доставку. Вот, топим печь для чего? Ну, в доме находятся больные, ДТП, щенки, им необходимо тепло. Ну, топим, чтобы поддерживать температуру хорошую. Вот мы в процессе беседы показывали фото из вашего питомника, где, собственно, вы выхаживаете животных. Это вот пес Джульетта. Джульетта. Два раза возвращалась. Первый раз она оказалась на улице, по какой причине, неизвестно, хозяйка не ответила. Второй раз мы ее пристроили, но по обстоятельствам хозяева уезжают на ПМЖ в Россию. Они уезжают тоже, как бы, еще неопределенно, и пришлось ей вернуть. Очень расстроена. То есть два раза она вернулась к нам. Щеночек. Вот щеночек на данный момент у нас сидит тоже. Жили в подвале щенки, люди их начали выкидывать, забрали к себе, уже всех пристроили. Вот одна девочка осталась у нас. Из вашего питомника забирают люди животные? Вот это, например, большого. Да, это помесь став. Бойцовый. Даже из породистых, да? Да, да, да. Это бойцовая собака. Он старый, 6 лет. У него шрамы по всей морде. В общем, за ненадобностью выкинули его. Просто перестал, как развлечение. Тамагочи, грубо говоря. Это щенок с рахитом. Сейчас находится на лечении. У него лапка наполовину сложена. Нехватка кальция. Тоже находится сейчас на лечении. А вы по профессии не ветеринар? Нет. Слушайте, какие они хорошенькие. Вот как вопрос, да? Это щенки. Как можно выбросить? Ну, видишь, сейчас люди разные, мне кажется. Вот этот пёс, фаворит, это у нас вот он после ДТП лежачий. Друзья, если у вас есть возможность как-то помочь, подписывайтесь на страницу в инстаграм. Собаке, нижнее подчеркивание, в нижнее подчеркивание, как тебе. А вот ваше волонтерское движение, вы говорите, существует уже 3? 3-й год. 3-й год, да? Как вступить в него? Как, например, стать частью вашей команды, чтобы помогать живым? И много ли у вас волонтеров вообще? Сколько человек? Ну, на данный момент у нас около 10 волонтеров, которые помогают именно вот в нашем приюте, как бы мини-приюте. Чтобы к нам попасть, написать нам в директ, есть на нашей странице кнопка «Позвонить». Это напрямую на мой телефон. То есть созвониться, списаться, покажем, расскажем. Рук не хватает на самом деле. Научим и печь, топить, и кормить, и ухаживать, и мыть. То есть всегда рада помощи. Вот по поводу деталей. Да, ведь каждый день, несколько раз в день нужно кормить собак. Правильно? Как вы это все успеваете? У вас ведь есть основная работа, семья. У всех есть основная работа, семья, но мы между собой разделили эти обязанности. То есть у каждого есть свое время. То есть кто-то едет в понедельник, во вторник. То есть среди недели мы распределили эти обязанности между собой. Ну, успеваем, как бы совмещаем, где работа, где семья. Все, приходится совмещать, потому что, ну, кроме нас им никто не подружил. Ирина, вот волонтерское движение по поводу спасения бездомных животных, это здорово, но ведь люди часто еще и обращаются за помощью сами друг к другу. Очень неоднократно задавали этот вопрос, почему именно животные. Отвечаю так. Каждый помогает, кому считает нужным. Допустим, мы выбрали животных, да. Но у людей есть руки, есть ноги, есть язык. То есть он может подойти, он может попросить, он к кому-то может обратиться. А животные, они просто ложатся и ждут. Они не могут выразить, что им холодно, они не могут сказать, что им хочется кушать. Они вот просто лежат и смотрят на тебя глазками молча. Вот скажите, а в городе вообще много питомников? И где вообще помогают животные? Ну, на данный момент, насколько я знаю, это есть мы, которые помогаем только собакам, потому что, ну, совмещать кошек и собак невозможно. И есть также у нас в городе мини-приют для кошек. Вот, мы сотрудничаем, потому что есть привозят корм, допустим, люди и для собак, и для кошек. Соответственно, мы уже для кошек отводим в тот мини-приют. Вы с ними связь поддерживаете? Конечно, обязательно, да. Мы общаемся, где-то что-то друг другу помогаем, где-то что-то как-то совершаем. Ирина, вам удачи, желаем, спасибо, что рассказали. Правильно, много интересных вещей для себя, кстати, я, честно, и не знал, что у нас есть вот подобные приюты. Мы желаем вам успехов, удачи. И, друзья, еще раз напоминаю, если вы хотите помочь, то обязательно подписывайтесь на страницу в Инстаграм. Это собаки, нижнее подчеркивание, в нижнее подчеркивание, октябре. Свяжитесь с Ириной на их странице, если вам не безразлична судьба бездомных животных. Да, такая достаточно грустная социальная тема. Хочется, чтобы больных животных, животных без хозяев, без дома было как можно меньше. Друзья мои, животные ведь это не игрушка, они живые, они настоящие, они такие преданные, порой и преданнее, чем люди. Поэтому давайте беречь друг друга, давайте беречь животных, братьев наших, меньших. И от этого мир станет добрее. После небольшой рекламы вновь встретимся в этой студии. Всем хорошего дня и доброго утра. 9 января на календаре. Не переключайтесь.